Россия – удивительная страна. На ее территории расположено огромное количество мест, куда приезжают отдыхать со всего мира. Большой Сочи на карте – место, которое привлекает огромное количество туристов, которые после отдыха планируют переезд сюда. Стремятся не только для того, чтобы провести свой отдых, понежиться на солнышке, подышать морским воздухом, но и посмотреть на достопримечательности, которые тут сохранились издревле. Сочинский район расположен на территории юго-западного склона главного водораздельного хребта. Основная часть близ пригорода Сочи – это горы и предгорье. Протяженность побережья составляет более 145 километров. Практически все ближние населенные пункты рядом расположены на побережье, что очень удобно для отдыхающих. Развитая инфраструктура позволяет заменить отдых за границей на курортные поселки Черноморского побережья. Время в городе и на побережье Московское, что не требует адаптации человека к временным изменениям. Добраться можно на самолеты, особенно если учесть, насколько красивый тут аэропорт. Поэтому начать знакомиться с интересными местами можно прямо с него. Сочи – города рядом. Города рядом с Сочи интересные и несмотря на то, что территория, принадлежащая ему, достаточно большая, всего в нем 4 района – Адлерский, районный пункт Адлер, Хостинский, Хоста, Лазаревский, Лазаревское и Центральный – Сочи. Все районы граничат между собой, но их граница условная. Города вблизи Сочи, да и сам город, имеют уникальный климат. Больше всего под определение климата подходит определение влажных субтропиков. С приходом лета город превращается в место, куда устремлено большое количество туристов, желающих понежиться на солнышке и поплавать в теплом море. А вот зимой микрорайоны превращаются в горнолыжные курорты. В период с ноября по май средняя температура воздуха составляет плюс 18, а зимой – не в горах, температура не опускается ниже 10 градусов со знаком плюс. Курортный город – это место, где можно за один день побывать в разных климатических зонах, начиная от субтропиков и заканчивая арктическими льдами. Нигде больше в России или другом городе мира невозможно покататься на горнолыжных курортах, на сноуборде, спуститься вниз и искупаться в теплом море. Города возле Сочи – удивительное место, которое отличает от других мест отдыха в стране необычная экзотическая природа. Именно тут можно встретить цветущие магнолии прямо на городских улицах, цитрусовые культуры. На территории курортного поселка Хоста сохранилось удивительное место Тиса-Самшитовая роща, относящиеся к биосферному заповеднику. Это место, где можно посмотреть на доледниковую флору. Обратите внимание, практически 90% территории покрыто зелеными лесами, а вдалеке видны горные вершины, которые покрыты снегом. Отправляясь в Сочи, какой район выбрать, решает сам турист. Но если говорить об инфраструктуре, то нельзя назвать ни одного города, где нет обустроенных мест для отдыха на пляже, где некуда пойти вечером для развлечения. Особенно прекрасна набережная, где гуляют туристы со всего мира. Что находится рядом с Сочи? Этот вопрос чаще можно услышать от пенсионеров, которые приезжают сюда не только на отдых, но и для получения лечения. Жить можно в пансионатах или домах отдыха. Обратите внимание, это один из немногих городов, где на побережье расположено более 67 санаториев, около 30 пансионатов, а также есть и оздоровительные комплексы. Информацию о проживании, возможность остаться тут на ПМЖ можно уточнить на официальном сайте, который рассказывает о Сочи, как о курортном городе. Кроме того, тут расположено около 50 минеральных источников, особую популярность среди которых получили воды мацесты. Районы Барселоны прежде всего – оздоровительные комплексы, где каждый желающий может получить лечение и оздоровление по следующим направлениям – антистресс, возможность воспользоваться программами по восстановлению заболеваний сердца, восстановление позвоночника и опорно-двигательного аппарата, существуют даже программы снижения веса, которые предлагаются как для мужчин, так и для женщин, кроме необыкновенной природы, великолепного теплого моря и прекрасно организованного хорошего отдыха, турист может и заняться культурным просвещением себя и своей семьи. Например, можно посетить следующее заведение – зал органной и камерной музыки, зимний театр, фестивальный концертный зал, дельфинарий, парк, ривьера. Это лишь часть мест, которые интересны, и обязательно стоит найти время для их посещения при нахождении в городе. Районы Парижа Все районы, размещенные на территории города, достаточно большие. Всего районов в Сочи 4, а все остальные являются микрорайонами. Именно поэтому стоит о каждом районе рассказать более подробно. Особенно важно это тем туристам, которые планируют посетить город. Среди наиболее известных микрорайонов городского округа являются «Донская улица», самая шумная улица в городе. На ее территории расположено огромное количество магазинов. Кроме того, улица популярна тем, что тут расположен мясокомбинат. Улица является одной из старейших на территории Краснодарского края. Но несмотря на то, что она популярна среди отдыхающих, стоит сказать, что эта улица не совсем удобна тем, что тут оживленное транспортное движение, Макаренко – самый спокойный микрорайон. Этот район больше всего подойдет для семейного отдыха, так как на его территории нет практически ни одного ночного клуба. Мамайка, известно тем, что на его территории располагался с давних времен интернат для детей, отстающих в развитии, Новый Сочи – это центр города. Тут лучше всего отдыхать тем, кто приехал поразвлечься во время отпуска. Большой выбор развлекательных учреждений, а также много танцполов. Отправляясь дальше, можно попасть в Адлеровский район. Адлер является одним из известных городов на Черноморском побережье. Тут интересно, дорого, но несмотря на это, район считается наиболее посещаемым в плане туризма. Именно Адлеровский район стал наиболее популярным во время проведения Олимпийских игр. Тут расположена «Красная поляна», а также курортный городок, прилегающий к «поляне». В районе размещен Сочи парк, пляжи и все, что так влечет посетителей курортного городка. Практически все районы города достаточно шумные, и связано это по большей степени с тем, что тут огромное количество туристов. На заметку. Но, если вдруг в отпуске решено уединиться, то больше всего подойдет Лазаревский район города. На его территории расположился микрорайон Догомыс, который получил свое название в связи с речкой, протекающей тут. На данный момент Догомыс – курортный поселок. Необычные районы Сиднея, несмотря на то, что Сочи является городом, стоит сказать о том, что на его территории огромное количество поселков, куда также приезжает огромное количество туристов. Округа – Краснополянский поселковый округ, в него включены поселки Красная поляна, Кепша, Эстасадок, Кудипсынский поселковый округ, тут зарегистрированы такие поселки, как Бестужевская, Вардани, Иларионовка, Калиновое озеро, Молдовский сельский округ, Высокое, Казачий брод, Монастырь, Нижнеширвский, Ахшты, Черешня. В Лазаревский район включены следующие поселки – Верхнелооский поселок Лоо, Буу, Верхняякорная щель, Кировский поселок Марьино, Татьяновка, Кисмайский, Зубова щель, Волконка, Лыготский, Хаджика. Хостинский район, Юрт, Мамайка, Раздолье, Верховская. Это лишь часть районов, которые расположены на территории Сочи. Вся подробная информация с перечислениями районов расположена на официальном сайте города. Кроме того, тут есть и ТОСы, которые включают в себя советы самоуправления, называемые ТОСами. Все, кому пришлось когда-либо побывать в городе, могут сказать о том, что он является жемчужиной Краснодарского края. Сюда едут туристы со всего мира и при этом они рассчитывают на первоклассный отдых. А жители города, в свою очередь, его обеспечивают. Сочи, как никакой другой город, расположенный на территории страны, отличают пляжи с благоустроенными местами для отдыха туристов. Огромное количество отелей высокого класса обслуживания и простые гостевые дома, ресторанные комплексы на выбор. В зависимости от того, что хочет поесть отдыхающий, проводятся тематические вечеринки. Особенно популярной является пенная вечеринка. Несмотря на то, что это туристический город, на его территории есть огромное количество мест, где можно провести отдых с детьми. Кроме того, все курорты расположены в непосредственной близости друг от друга. Также город является еще горнолыжным курортом. Развлекшись на высокогорных курортах, туристы спускаются вниз и могут искупаться в теплом море. Лучшими месяцами для отдыха считаются летние месяцы, но и в сентябре тут достаточно тепло, и гостеприимный Сочи готов встретить гостей. Интересно, наиболее посещаемыми городами являются Мецеста, Адлер, Кудепса, Дагамымес, Лоуо и множество других мест. Отправляясь в Сочи, можно забыть о том, что турист находится на территории нашей страны, так как отдых организован на уровне пяти звезд. Все, кому когда-то повезло посетить его, возвращаются сюда снова и снова.